Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Романова Светлана и вы находитесь на моем канале Твори Добро. Сегодня я хочу вам показать, как связать вот такие маленькие аккуратненькие мочалочки. У них очень много назначений в хозяйственных делах и пользуются спросом именно такие маленькие красивые разноцветные мочалки. Сделаны они, естественно, по кругу и вот с такой небольшой ручкой. Сами мочалки я не делаю большими, потому что большие неудобные. Удобный именно вот такой размерчик средний. Даже дети моют посуду такими маленькими хорошими мочалками, им очень нравится именно то, что они разноцветные. Мало того, что в хозяйственных наших работах они очень хорошо помогают в мытье любых поверхностей. И посуды, и ванны, и всего что угодно. У них есть еще одно хорошее назначение. Ими можно делать массаж, так как здесь идет ручка и очень хорошо пальчиками держится эта мочалочка. Так как эти петелечки очень мягонькие и нежненькие, то массаж получается очень приятный. Мало того, его можно ведь и по-другому взять вот таким образом. И для самомассажа это тоже очень хорошо подходит. Данные мочалки делаются легко и просто. Я возьму красные оттенки. Соответственно, начну с розового, продолжу потемнее и закончу темным цветом. Давайте приступим. Ниточку я беру из центра. Так удобнее вязать. И делаю волшебное кольцо. Делаю я его в один оборот, в одну ниточку. Но, смотрите, делаю я его побольше. Для того, чтобы сейчас мы будем делать с вами петли сразу вытянутые. И держать будет легче большое колечко, чем маленькое. Тут, смотрите, первую ниточку, когда мы вытащили, сейчас сделаем сразу петелечку. И теперь в это кольцо нужно сделать 6 вытянутых петель. Петли будем делать таким образом. Вставляю крючок в центр этого кольца. Захватываю рабочую нить. Вытягиваю ее сюда. Теперь мне нужно сформировать вытянутую петлю. Соответственно, вот таким образом. Смотрите, я это наше кольцо зажму в пальчиках, чтобы оно у меня не выскакивало и не мешало мне работать. Делаю вытянутую петлю. Крючок вставляю в это кольцо, которое держу. Сейчас сниму и покажу, как это выглядит. Вот. Это я держала, это я сделала вытянутую петлю. Захватываю рабочую нить. Вытягиваю сюда. У нас получилось 3 петли на крючке. Захватываю рабочую нить и продеваю через все эти петли на крючке. Показала вам все это очень медленно и очень подробно, чтобы вы понимали. Вот наша петелька уже готова. Делаем вторую. Не торопитесь, чтобы вам было удобно, чтобы петельки получились одинаковые. Это единственный момент, немножко неудобный в вязании. Все остальное очень легко. Формирую вытянутую петлю. Для этого держу петельку первую. Вставляю в нее крючок. Вытягиваю нить. Захватываю рабочую нить. И протягиваю через все 3 петли на крючке. Две петельки готовы. Еще раз показываю третью петлю. Вставляю в кольцо. Вытягиваю рабочую нить. Теперь, чтобы мне сформировать, если я сейчас сформировать буду, да, видите, неудобно. Для этого мне нужно вот это кольцо держать. Я его вот так прижимаю. И крючок буду в него вставлять после того, как сформирую. Петлю сформировала и вставляю крючок. Вот моя петля. Я ее держу в руках. Ставила крючок. Вытянула рабочую нить. И провязываю эти 3 петли вместе. Как видите, петельки у меня одинаковые. Но ввиду того, что я уже давно вяжу. Поэтому у меня все это автоматически получается. Вы, самое главное, не торопитесь, чтобы у вас все это получилось красиво. Вот что у нас будет. Продолжаем набирать еще 3 петли. Вот так держу. Сформировала. Крючок в петлю вставила. Вот, видите. Захватываю рабочую нить. Сюда вытягиваю через это кольцо. Захватила рабочую нить. 3 петелечки на крючочке провязываю вместе. После того, как вы сделали все 6 петелечек, можно это колечко уже затянуть. Сильно я его затяну попозже, когда будет удобно его держать. И вот здесь, в первую петелечку, сделаем соединение. Если она у вас затянулась, возьмите, предположим, спицу, подцепите вашу петелечку. Вот таким образом. И легче будет соединиться. И теперь соединяем в эту петелечку. Ставили крючок, вытянули петлю и сразу ее протянули через эту петелечку. Здесь я сделаю одну воздушную петлю. И теперь посчитаем наши петельки. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. А эта петелечка, куда мы с вами соединились. Поэтому в следующую петелечку мы начинаем работу. Теперь мы будем в каждую петлю делать по две петли. Соответственно, делаем столбики без накида. Один и сюда же второй. И в каждую петелечку продолжаем таким образом делать. У нас с вами должно получиться 12 петелечек вот этих. Итак, мы пришли к началу ряда. И, соответственно, мы делаем соединительную петлю. То есть протягиваем через обе петелечки на крючке. Делаем следующий ряд. Вытянутые петли. Как я вам уже и показывала. И опять же мы добавляем 6 петель. То есть в следующую петелечку вставляю крючок. Вытягиваю нить. Формирую вытянутую петлю. Теперь смотрите. Вот эту петлю я прижимаю как бы к этой. Для того, чтобы увидеть мне мою же петельку. То есть я в эту же петельку вставляю крючок. Наша вытянутая петля находится между двух петель. Благодаря этому она будет зажиматься. Захватываю нить и провязываю все три петелечки на крючке. Одна есть. В следующую я делаю две такие петелечки. Соответственно сначала я сделаю одну. В эту же петлю вставляю крючок. И сюда же еще одну петлю вытянула. Сделала петелечку. В эту же петлю. И закрепила. Вот у нас две петелечки из одной. Здесь одна. И так дальше и продолжаю. Сюда одну, здесь две. Сюда одну, здесь две. И так до конца. 18 петелечек вот здесь должно получиться. Боитесь потерять свой ряд. Вот у нас столбик. Вот у нас первая наша петля. Вот сюда мы должны будем соединить ряд. Я пришла к концу ряда. Вытаскиваю маркер. Вставляю крючок. И делаю соединительную. Смотрите. Раз это у нас 18 петля, да. Значит вот эти две петельки при соединении они соединяются вместе в одну. И когда мы считаем вот эту петлю, то вот это будет 18. Это первая, вторая, третья. То вот это 18. Поэтому именно с этой петли мы дальше начинаем работу. Здесь я делаю одну петлю подъема. И в эту петлю делаю столбик без накида. На эту первую петелечку вешаю маркер. Сюда будем соединяться. И дальше мне нужно снова сделать столбики без накида с шестью прибавлениями. Соответственно, раз мы сейчас сделали прибавление через одну петелечку, то сейчас будем делать через две. Один, два, а в следующую делаем два столбика. Сделали прибавление. Дальше один, во второй столбик делаем один. И в следующую петелечку мы делаем раз и два. И так и продолжаем шесть прибавлений. Соответственно, у нас с вами получится 24 петли. Закончила ряд. Вытаскиваю маркер. Делаю соединительную петелечку. Теперь я делаю воздушную петлю для закрепления, чтобы у нас получился узелок. Обрезаю ниточку. Небольшую. Только ради того, чтобы этот узелочек хорошенечко затянуть. Кончик спрятать. Эту ниточку в центре сильно-сильно затягиваем, чтобы дырочек здесь никаких не было. Хотя, в принципе, оно не сильно важно, но все-таки так будет аккуратнее и красивее. Эти кончики прячем. Итак, я спрятала все кончики. Если вам интересно, я их спрятала среди этих петелечек. Дальше я присоединяю следующую ниточку. Эта, которая немножко потемнее. Делаю на ней первую петлю. Петлю делаю всегда обязательно, для того, чтобы этот кончик нигде никогда не выскакивал. Присоединяю в том же месте, где делала вот этот узелок. У меня крючочек 3 миллиметра, поэтому все очень плотно. Так, аккуратненько захватываю рабочую нить и провязываю эту петелечку. Хвостик остается у меня сзади. Я его положу и буду прятать в изделии. Теперь смотрите. Мы с вами здесь в итоге связали 4 ряда. Первый ряд у нас вытянутой петелечки был. Второй столбики без накидов. Третий ряд вытянутой петелечки. Столбики без накидов. Собственно, именно так и будет вязаться наша мочалка. Мы просто дальше будем менять ниточку. Следующие 4 ряда я провяжу вот этой нитью. Соответственно, также буду прибавлять по 6 петелечек. Итак, я провязала этот цвет 4 ряда. И сейчас у меня здесь петелечки, их 48 штук. Присоединила темную ниточку. Также начинаю добавлять по 6 петелечек. Провяжу 3 ряда. Вытянутые петли, потом ряд столбиков без накида и еще ряд вытянутых петель. У нас будет 66 петелечек вот здесь по краю. Я закончила провязывать третий ряд темной ниточкой. Теперь у меня 66 петелечек по краю. Здесь соединительную петлю сделала и делаю воздушную петлю для подъема. Теперь я буду делать заключительный ряд полустолбиками. Соответственно, делаю накид на крючок, вставляю крючок в петлю, вытягиваю нить, захватываю рабочую нить и продеваю ее через все 3 петелечки на крючке. И то же самое продолжаю делать по кругу. Делаю полустолбики без прибавлений. Итак, прошлась я этот ряд, пришла к концу, соединяю соединительной петелечкой. Сама мочалочка у нас с вами готова. Она немножечко загибается, благодаря тому, что мы сейчас ряд провязали без прибавлений. Нам осталось сделать только ручку. Ручку я делаю таким образом. Здесь опять же делаю одну петлю подъема и 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Воздушная петля поворачиваю и вот прямо с этой петелечки, с первой, а в обратную сторону провязываю также столбики без накида. 5 штук. 1, 2, 3, 4 и вот сюда 5. Стараюсь сделать их поплотнее, чтобы ручка подольше не растягивалась. Воздушная петля на подъем. Поворачиваюсь и снова, начиная с этой петелечки, провязываю 5 столбиков. И так и вяжу туда-обратно до того места, как мне потребуется. Я отметила здесь первую петелечку, куда буду соединяться. И дальше уже, соответственно, 5 петель. Я провязала 18 рядов. Сейчас буду соединяться. Соединяться вы можете как угодно. Я же сделаю следующим образом. Вот эту петелечку я сейчас продену вот в эту, которую отметила. Вот так. И провяжу ее столбиком без накида. Теперь я сделаю следующим образом. Крючок отсюда вытащу. Во вторую петелечку вставлю. И здесь следующую петелечку захвачу. Захвачу эту петлю. Продену ее сюда. И так же провяжу столбик без накида. Затяну. Повторяю все то же самое с третьей петелечкой. Следующая. Здесь захватываю. Сюда ее продеваю в петлю. И провязываю столбик без накида. В четвертую петелечку вставлю. Так же эту петлю вытяну сюда. Провяжу столбик без накида. И с последней петелечкой сделаю все то же самое. Делаю последний столбик без накида. Сейчас уже можно было бы обрезать нить. Но дополнительно вот в две или три петелечки я сделаю еще соединительные. Ради того, чтобы у нас хорошо держалась ручка и конец нити был подальше. Здесь я сделаю воздушную петлю. Для того, чтобы получался узелочек. Обрежу нить. Готово. Остается спрятать кончик. Я сейчас продену еще несколько узелочков. Здесь сделаю, скорее всего, иголочкой. Так удобнее. И потом сам кончик выведу вот сюда в петелечки. И он опять же затеряется в петелечках, как и все остальные. Здесь, как видите, не видно, где кончики спрятались. Вот и все, мои дорогие друзья. Еще одна наша мочалочка готова. Маленькая, аккуратненькая. Так как она небольшая, очень удобно ее держать в руках. Или так, или так. Вообще детям очень нравятся такие мочалочки. Используйте их с удовольствием. Вяжите так, как вяжутся они легко и просто. Как вы видели, всего 12 рядов. И ваша мочалочка готова. На этом мастер-класс можно закончить. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями в соцсетях. А я прощаюсь. С вами была Романова Светлана. И канал Твори Добру. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok